МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Краевого телеканала Енисей, программа Наш Спорт. И я, Юрий Дудник. Сегодня выпуска. Через морозы к суперкубку. Как складывался матч за первый в новом году трофей по русскому хоккею. Выиграли, но проиграли. Насколько успешно выступают в Еврокубке наши баскетболистки. Мужчины и женщины, что принесло нам начало нового волейбольного года. И начнем сегодня с русского хоккея. Ну а как же с него и не начать? Во-первых, Енисей установил рекорд. Он одержал 14 побед в нынешнем чемпионате подряд и 21 победу вообще в чемпионате России подряд, начиная с прошлого полуфинала. Во-вторых, в воскресенье впервые в Красноярске прошел матч за суперкубок. На Красноярском льду встречались чемпион страны Енисей и обладатель Кубка России Байкал Энергия из Иркутска. Тибирское дерби, несмотря на предыдущие результаты, всегда отличается особым накалом и остротой. Дружные по жизни сибиряки на поле бьются не за страх, а за столь. Собственно говоря, почти полный стадион это подтвердил. Матч начался на встречных курсах, но Енисей играл чуть острее. И уже на восьмой минуте Сергей Ломанов, разрезающим пасом в великолепном исполнении мастера, вывел на свидание с фатарем Алмаза Миргазова и Виктора Черныша. Затем Тимофей Безносов сумел обокрасть самого Юрия Викулина и только мастерство Романа Черных спасло ворота хозяев. Иркутяне играли жестко, но в пределах правил. Досталось Алану Джусоеву и Евгению Швецову. Иркутяне активизировались, а вот у Енисея фарта при завершении атак не было. До поры до времени. Зря гости сбивали Алана Джусоева. На 23-й минуте он один накрутил 8 иркутян, протрался к воротам и переиграл Алексея Савельева 2-0. Счет уже обязывал Байкал Энергию атаковать, но этого гостям не позволил Енисей. Чемпионы прибавили в скорости и на 29-й минуте Алан Джусоев пасует на Алмаза Миргазова и 80-й номер хозяев в фирменном стиле оставляет неудел голкипера и защитников гостей 3-0. А уже через 2 минуты сам Алан Джусоев после добивания с углового воспользовался моментом, когда защитники гостей бросили своего вратаря и забил 4-й мяч Енисеев. Иркутяне заданный темп старались поддерживать, но за нападающими чемпионов явно не успевали. Ближе к 40-й минуте очень грубо сыграли против Сергея Ломанова. Сергей покинул поле, но тут же справедливость посредством Андрея Прокопьева восторжествовало. Хит-3 Калана Джусоева и 6-0. После первой половины игры. Во второй ситуация мало поменялась, хотя минут через 6 после начала Роману Черных до и после углового пришлось спасать свои ворота, но от этого навала иркутян хозяева отбились. Затем в атаку перешел Енисей и Сергей Ломанов, отрезающий передачей, выводит 1 на 1 с вратарем, а во втором тайме ворота гостей защищал уже экс-костоярец Денис Рысев, Дмитрия Макарова и 7-0. Затем свой мяч углового забил Сергей Ломанов. В гости рванули вперед, заработали штрафной возле вершины радиуса и после отскока от вратаря Максим Ширяев забил гол престижа 8-1. Затем последовала ошибка защитников-хозяев, который воспользовался вышедший на замену во втором тайме Александр Настонов 8-2 за 15 минут до окончания матча. Енисей атаковал, но не все получалось, а за 5 минут до финального свистка 12-метровый удар реализовал Александр Настонов 8-3. Затем второй раз ударили Тимура Кутупова, на его счету антирекорд, два удаления в матче и оба его. Сергей Ломанов с 12-метрового удара попал во вратаря, но настроение это никому не испортило. 8-3. Суперкубок у Енисея. Стреляли очень хорошо. Может быть, концовка, да, где там пропустили два мяча, чуть смазали. Ну а так, сегодня очень уверенно, с запасом. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня. Нас поддержали. Поздравляю, вручаю. Поздравляю. Поздравляю. Хочу поздравить команду Енисея. Победы, заслуженные победы. Пожелать им в дальнейшем хороших матчей, чтобы без травм все было у них отлично. Я думаю, что по сегодняшний день это лучшая команда у нас. Сиграли сегодня хороший матч и хороший русский фоккей в нашей северной фоккей. Я считаю, что тем славянный русский фоккей, раньше славился в холодном году. Как уж сравнение в фоккей. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня. Я не ожидал, что будет даже так много в эту фоккей. Такая поддержка была. И тоже спасибо за это. Никакая игра не может похвастаться таким антуражем. И сегодня на суперкубке, на финале, когда играл Енисея из Байкал-Энергии, живого места на трибунах не было. Несмотря на 30 градусов мороз, это говорит о любви красноярцев, любви вообще в России к русскому хоккею. И самое главное, к всему тому, что сопровождает. Ведь игра была очень интересная, динамичная. И ни один человек, такое впечатление, что со стадиона не ушел. Кстати, в следующий понедельник вас ждет спецвыпуск программы «Наш спорт» с Николаем Валуевым. Енисе! 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 Я в волейболе. В начале прошедшей недели «Красноярский» состоялся первый в этом году домашний матч наших девушек. Играли они с командой под названием «Ленинградка». Нужно сказать, что наши волейболистки ни в этом, ни в прошлом году особыми победами красноярцев дома не радовали. Старт поединка показал, что для итогового успеха Енисею придется приложить немало усилий. Гости не допускали ошибок и действовали уверенно. Идя очко в очко, команда добралась до концовки. Судьбу которой решила ошибка связующей «Ленинградки» Ульги Ефимовой и 26-24. Начало второй партии не принесло никаких изменений. Команды не позволяли друг другу оторваться в счете, но после второго технического перерыва гости в два захода определили исход сета. Волейболистские Енисея ошиблись на приеме и в атаке, позволяя «Ленинградке» выйти вперед 19-16. «Ленинградка» блокировала большинство атак «Красноярок» как итог 25-18 и 1-1 по сетам. Старт третьей партии у хозяек совсем не получился. Огромное количество собственных ошибок в нападении не спасла положение даже вышедшая на площадку Юлия Бессонная. Ее нещадно чехлили соперницы. И вот на табло уже 1-8. По ходу сета волейболистском Енисея удалось стабилизировать свою игру, но разрыв в счете продолжал оставаться внушительным. И был таковым до выхода на подачу Алины Елизаревой. Благодаря подаче капитана и заработавшему блоку «Красноярки» превратили в 13-19 в 19-19, а затем и вырвали партию, оказавшись вкладнокровнее в решающий момент 25-23. Такой обидный проигрыш никак не сказался на состоянии «Ленинградки». До поры до времени очередной выход на подачу Алины Елизаровой перевернул все с ног на голову. Счет из 11-15 в мгновение ока превратился в 20-16. Гости раз за разом ошибались на приеме и в одной расстановке проиграли 9 очков, 4 эйса Елизаровой. Но затем хозяйки потрепали нервы собственным болельщикам, позволив соперницам сократив отставание в счете до минимума, но не более. Матч закончился очередным эйсом, теперь уже в исполнении Юлии Айсиной, фамилия обязывает. 25-22 и 3-1. Так волейболистские Енисея сумели прервать череду домашних поражений в рамках чемпионата страны и положили в свою копилку 3 очка. Теперь в их активе 13, что позволяет им оставаться на пятом месте. Первый матч нового 2016 года против Оренбургского нефтянника выдался для мужской команды очень непростым. В дебюте несколько раз за счет плотной подачи волейболисты Енисея добивали себе возможность оторваться в счете, реализация доигровок была не на высоте. Да и стройность блока своих подопечных Юрий Чередник постоянно критиковал во время таймаутов. А в концовке вновь сработала тактическая замена главного тренера красноярцев. Выход на подачу Антона Мысина позволил сибирякам реализовать таки доигровку и заполучить преимущество в 2 очка, 19-17. Этого разрыва в счете хватило для успеха 25-23. Вторую партию Енисей начал увереннее. Сперва в ход пошла подача. Сразу несколько игроков хозяев существенно осложнили жизнь принимающим нефтянника и к первому техническому перерыву красноярцы оторвались на 3 очка, 8-5. Гости организовали несколько удачных блоков, но на что красноярцы не замедлили ответить. Причем Антону Дубровину удалось закрыть одиночным блоком одного из лидеров нефтянника Виталия Васильева, 16-10. Обоюда острая игра и два эйса Мочилова окончательно сняли все вопросы в исходе партии 25-18. Течение третьего сета очень напоминало стартовый. Та же ровная борьба и временами пробуксовывающие нападения хозяев. Вот только основную атакующую нагрузку нес уже не дуэт центральных Енисея, а Филипп Воронков. И вновь красноярцам удалось заполучить двухочковое преимущество после второго технического перерыва. При счете 20-18 на площадку вышли Антон Мысин и Юандр Диас. Проверенный временем тандем играл неплохо, а вот Антон Дубровин совершил две ошибки подряд и вновь на табло загорелось равенство 22-22. В решающий момент любезностью ответили гости, подав ваут, а матч закончил связующий красноярцев Диас, обыграв соперника на сетке 25-23 и 3-0. Красноярцы по-прежнему десятые, но уже имеют в копилке 11 очков, то всего на один меньше, чем у ближайших соперников. Чудо в первой партии, чудо в третьей партии, я буду говорить честно, потому что такое количество ошибок, которые мы совершили, я не знаю даже, как мы смогли выиграть в 3-0. Затем Енисей с таким же счетом уступил Новосибирске локомотиву, но для дебютанта Суперлиги ход команды Юрия Чередника вполне предсказуем и обоснован. Желаем побед нашим ребятам и девушкам, конечно, тоже. Ну а сейчас вновь вокруг мяча. О баскетболе. Женская команда Енисей в 1-8 финала Кубка Фиба дома одержала победу над француженками. Красноярки дважды отрывались от соперниц более чем на 11 очков, однако в решающие моменты нарастить преимущество до необходимых для выхода в четвертьфинал 20 баллов у подопечных Ольги Шунейкиной не получилось. В итоге женский клуб Енисей одерживает уверенную победу 68-64, но, к сожалению, покидает Еврокубок, так как в гостях наши девушки уступили с более крупным счетом 53-72. В своем втором сезоне Енисей в Евролиге добился серьезного прогресса, как в качестве игры, так и в результатах. Напомню, что на групповом этапе сибирячки выиграли пять матчей из шести и с первого места пробились в плей-офф. Теперь женской команде клуба предстоит дальнейшая борьба в чемпионате российской премьер-лиги, где, имея в активе шесть побед, в 11 матчах наши баскетболистки занимают текущее шестое место. А вот мужская команда баскетбольного клуба Енисей одержала дома уверенную победу над эстонским Тарту Рок в матче второго этапа группового тура ФИБА, то есть тоже Еврокубка. Но теперь коротко о том, чем еще радовала нас неделя прошедшая. Кразноярский «Сокол» в чемпионате ВХЛ сыграл два матча. В Кургане пернатые уступили местному за Уралию со счетом 2-4, а в воскресенье в Тюмени уступили Рубину 1-2 в основное время. Футболисты Кразноярского Енисея отправились на сбор на Кипр. Там они проведут тренировки, несколько контрольных матчей и посмотрят новичков на вторую половину чемпионата страны. В баварском Кенингзе стартовал седьмой этап межконтинентального кубка по скелетону. Никита Трегубов победил на нем, имени Дмитрия Медяшвили более двухсот борцов и борец участвовали в открытом первенстве школы. Победа – почти прямой шанс попасть на турнир Гран-при Ивана Ирыгин, до которого осталось чуть более недели. А теперь коротко о том, чем можно будет заняться и за кого поболеть на начавшейся неделе. На этой неделе вновь повезло поклонникам игровых видов спорта. Во дворце спорта имени Ивана Ирыгина 20 января в рамках Еврокубка по баскетболу среди мужских команд Енисей принимает Канту из Италии. 24 января в женском чемпионате страны наши девушки встретятся с Ногинским Спартаком в 15.00. 22 января на арене Север в очередном матче чемпионата ВХЛ Сокол принимает нефтянник из Альтемьевска. А 24 января наши хоккеисты скрестят клюшки с фармклубом Грозного Акбарса. Барс – Казань. 23 января в 19.00 в доме спорта имени Михаила Дворкина мужской волейбольный Енисей экзаменует Уфимский Урал. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Взлетимся на спортивных площадках, спортзалах, стадионах, ну и ровно через 7 дней здесь же на канале Енисей. С вами был Юрий Дудник. Здоровья вам и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова